приехал я из деревни верхние мандраги кто еще не знает это музей деревянного зодчества на севере ленинградской области на границе с карелией буду рассказывать вам про музыкальные инструменты мы с вами пройдем от 9 века и до ближайших времен но начнем мы самых архаичных инструментов и в то же время самых сказочных может быть это как-то взаимосвязано это самые сказочные инструменты потому что и про них в сказках рассказывают и под них сказки рассказывают вот ну для затравки возьмем как называется инструмент гусли это шлемовидные правильно начнем начнем с них чтобы настроиться на сказочный лад и потом расскажем про гусли и поиграем с вами на гуси это родственник арфы вот потому что здесь устройство инструмента одна струна одна нота то есть разные ноты на одной струне мы не играем не зажимаем как казалось бы тем кто привык грифовым инструментом вроде гитары балалайки прочее вот ну и кто самый говорится известный персонаж в нашем сказочном мире который играл на гусли садко купец новгородский вот и но на таких он не играл садко прототип садко это был действительно купец говорят даже в берестяных грамотах нашли записи о таком персонаже что есть был прототип у сказочного садко он играл вот на таких гуслях что его эпоху гусли были лировидные гусли это самые архаичные гусли которые найдены на территории так скажем древнего новгорода это один в одиннадцатый век вот вот такими были гусли вот был найден образец а значит инструмента с вырезанной на краю надписью словиша то ли это было прозвище музыканта который на нем играл то ли имя мастера то ли просто назван был инструмент а словиша это значит соловей вот видите вот такая вот у него форма кстати этот приближена к исторической модели может быть так называли инструмент словиша лировидные гусли ай ду 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 сидит ворона на дубу он играет в отробово серебряную труботоченная да позолоченная утром он трубу трубит ночью сказки говорит приходите слушать пряничков покушать то есть музыка развивалась так же как и все остальное от простого к сложному также как природа это заложено гусли были вот такими простыми ну и средний так скажем вариант из тех что у меня представлены гуслей это кантали это гусли финно-угорских народов они вот такой специфической формы у них нет окрылка как такового вот как давайте еще по вспоминаем персонажи которые играли у нас на гуслях у слова полку игореве кто что вещи баян правильно вещи баян а значит финно-угорский его компаньон тоже роль венимей нин да старик венимей нин который рассказывая рассказывает калевалу эпос финно-угорских народов он играл на кантали которые по легенде сделаны были из головы огромной щуки вот мне кажется немножко напоминает да какой-то носик такой вот и держится на коленях инструмент в отличие от русских гусли и часто был даже без задней крышки потому что клали на стол и руны руна певца играли а все остальные слушали вот но играть на гуслях и на кантали можно не только средневековую музыку а вообще все что вашей душеньке угодно поэтому обзаводитесь инструментами играйте это и будет живая традиция когда инструмент живет когда он не только воспроизводит как говорится закоснелые формы ну когда он живет гусли инструмент который известен с античности совершенно верно с библейских времен там но опять таки это перевод уже на наш язык то есть псалтырь было псалтериум инструмент это прямой родственник гусли тоже горизонтальная арха такая на которой играл по легенде царь давид вот и вообще и гонографии он представлен он стоит у трона богородицы или рядом с иисусом и он играет на гуслях но они были конечно в античности другие но художники наши которые говорится это уже рисовали в 15 веке примерно это там иконография там сложилась они уже рисовали наши гусли струны потому что основной вопрос всех туристов которые ко мне в музей приезжают а чё струны то из чего делали вот я железные тут стоят небось железных то не было тогда я говорю вообще во первых метно сплавные струны уже 12 веке уже бытовали опровергну все сомнения это баранья кишка до растягиваются они на в мокром состоянии свиваются в нитку из трех кишок каждая струна в данном случае и потом высушивается свитом состоянии и она вот пожалуйста вы имеете струну появляется гудок гудок это называется как сигнал парохода или паровоза потому что некоторые говорят а как же это гудок это что-то духовой должно быть я говорю тогда бы он был дудок вот потому что если мы берем на словообразование откуда то с переменной согласной г и ж гудение гудение жужжание это однокоренные слова и звук и вот этот именно он обозначает это именно вибрацию жужжание гудение поэтому и гудок а то что это дудине а не гудине вот ну играли на гудках кто в отличие от гусли с комарохи совершенно верно это такие веселые были акробаты музыканты этого актеры шуты вот короче мы его с мишей зелепушки 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 ушки вы нам по копеечке мы вам по частушке у сосны сосеночка да у варенки телочка а у нас девчоночка родила поросеночка вот по шведски инструмент называется таль харпа сейчас он переживает второе рождение потому что вардруна его продвинула в массы в сериал викинги вот но был он подзабыт вот этот инструмент в швеции таль харпа хвост арфа да таль хвост тейл вот это вот из чего сделан и смычок в данном случае и струны волосяные были струны вот пучки конского волоса вот и с варягами он попадает на балтику и у финнов и карел называется йоу хи кантале йоу хи тоже лошадь значит и в эстонии хиу канель вот волосяная волосяные гусли переводим канель кантале это гусли да вот и вот под этот инструмент уже исполнялись висы руны рунопевц там и прочая вот так скажем скандинавская эпическая поэзия ну 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 музыкант на двух дудках одновременно вот так ну ну ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Это для особо ушлых скоморохов, а были также еще и особо ленивые скоморохи, которые играли на дудочках без дырочек. Сбрали они дудочку. Абертоновая дудка. Называлась она калюка или просверелка. Калюка роднокоренная, к слову, клюка или клюшка. Это палочка, значит. Просверелка это маленькая свирель. Вот. И опять у нас финно-угорских наших друзей тоже был подобный инструмент. И назывался он паю пилле. Паю пилле. Это вот дудка без дырок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Это пастуший инструмент. Сделал он, соответственно, из коробкиного рога. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Кого пасли, из того и делали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы играть на трех рожках одновременно, нужны запасные щеки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще у пастухов-феллахов, у арабов в Северной Африке были волынки. И потом они шагнули в Европу. И были распространены, в первую очередь, на Балканах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. В общем, по всей Европе этот инструмент распространен. В Белоруссии он вообще сохранился до 20 века. То есть славян волынки были. Слово-то волынка в русском. Потому что из вола делали, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Волынить. Волынить, да. Тянуть волынку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Познакомимся еще с одной скрипкой. О, колесная лира. Это скрипка с бесконечным смычком. Колесная лира. Зародилась она тоже в раннем средневековье практически. Ну, чуть-чуть позже. В 12 веке она. На севере Франции. Да, и такой вид она приняла уже гораздо позже. Это когда она к нам попала с территории Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Вместе с наслаждением уже Дмитрия. Вот она на территории Белоруссии и Украины нашей приняла вот такой вид. Колесо это смычок. Вот. И при этом смычок бесконечный. Ведем в одну сторону и он у нас... ...не кончается. Куда летишь, кукушечка? Куда летишь, кукушечка? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну-ка Да папе угодник, сам я не из здешних мест, не знаю, что у вас здесь есть Да откуда тебя несет молодец? Из какого конца в какой конец? А иду я из города нелюдимого, из-за лесу непроходимого Что за огуречной грядкой стоит, да дырявым лаптем накрыт Так что же ты ищешь по белому свету? Слава? Счастья? Или звонкую монету? А ищу я страну Мангазею Где мужики жемчуг сеют Медведи там улицы метут А на деревьях пряники растут Там цыплята С поросенка Поросята С теленка Телята С лося Вот и сказка вся Вижу я Ты Селовек некорысный Да с сердцем чистит Ступай через мозг, через старый погос Ведуй ко мне и в небо в рост И Бурная овация Чуть-чуть кукольное представление ПЕСНЯ 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 Победит, наверно? Без спойлеров ПЕСНЯ Ну, кто победит? Козлик или Волк? Козлик Кто? Козлик Давайте, кто за Козлика кричать сейчас? ПЕСНЯ ПЕСНЯ За Козла ПЕСНЯ Ну, кто? Ну, ладно, тогда так и победил вас козел А как наш, так козел Он волка поборол Тыр-тыр-тыр-рыга Он волка поборол Нет, может волк победил? Пусть волк победил Нет, волк победил Что за волка? Волк победил Волк победил Нет! Волк ПЕСНЯ Тыр-тыр-тыр-ры-ры-да Голова его в пусте Голова его в пусте Борода его в листе Тыр-тыр-тыр-ры-ры-да Борода его в листе А на случай ничьи есть вариант Дружбе любил Обоих, да? Представь